На университетской олимпиаде у Гомеля вызначили лепших знавцев правилов дорожного руху. За перемогу смагались больше за 200 студентов в НУ, яких обрали на попереднем этапе. Турнир включал две категоры – экзамен сярод особных удельников и командный тур. За особистое першинство смагались 16 студентов за командное 7 дружин. Очень многие студенты имеют давно водительское удостоверение. Олимпиада – это как своеобразная проверка не только остаточных знаний, но и, возможно, каких-то новых. В прошлом году в Олимпиаде у нас приняло свыше 100 человек. В этом году мы уже остановили небольшой рекорд – это порядка 300 человек. Притом это были не только студенты нашего вуза, но и некоторых других. У особистом этапе удельники отказывали на пытание тесту, подобного территичному испыту УДАИ. Однако узровень Олимпиады – навод складаний. Командам так само пришлось и нелегко. Яны разглядали некольки реальных дорожных ситуаций. У обмеркования необходимо было дать разгорнутый, аргументованный отказ по кожной спропонованных ситуаций. Мы этой Олимпиады замацевать становшие стереотипы поводзенного на дороге, а так само нагадать об обовязковом выполнении правил дорожного руха. Те, которые приняли участие в ней, они укрепили свои знания, укрепили свой жизненный опыт и получили определенный заряд, повторюсь, тех знаний, которые позволят им лучше ориентироваться в жизни и на дороге. Это уже плюс. Пускай их ограниченное количество, но нам, каждый человек, в день, информация для каждого человека уже важна. По выниках с поборницей перемогла четверка студентов, которые представляют специальность организации дорожного руха «Белдута». У особистых залейку тройку переможцев узначалила третья курсница Катярына Соломонова, которая представляет эту же специальность. Мы участвуем уже второй год, поэтому первые впечатления были в прошлом году. В этом году мы уже знали, на что мы идем, к чему готовиться, поэтому было немножко легче. Конечно, ребята, которые участвовали в первый год, мы немножко им, наверное, посочувствуем, потому что они не ожидали, наверное, таких сложных вопросов, потому что вопросы были действительно такие, нужно было подумать. Намного лучше картинки стали, другого качества. И два вопроса на этот раз попалось. В том году был один вопрос по поводу знака. На этот раз еще задавался вопрос по поводу знака не только с Республики Беларусь, а с Российской Федерации. Тоже было интересно. Продолжение следует...